СОВРЕМЕННЫЙ, ДИНАМИЧНЫЙ, МНОГОМЕРНЫЙ И МНОГОЛИКИЙ Алматы сегодня – это город будущего с тысячелетней, глубокой и богатой историей, со своим неповторимым духом и особыми традициями. Пройдя разные этапы своего развития, сменив несколько названий, Алматы в современном мире является одним из самых красивых и удобных для проживания городов. История города хранит немало интересных страниц. Например, кто бы мог подумать, что около 40 лет назад той развитой инфраструктуры, что есть сегодня, в нашем городе еще не было. Был дефицит общественных заведений, работающих в сфере предоставления услуг. Так, в конце 70-х годов в постоянно растущей, как территориально, так и в плане привлекательности в качестве места жительства Алма-Ате, наблюдалась нехватка общественных бань. На тот момент самой крупной, а ныне уже снесенной общественной купальней в городе считалась центральная, что находилась по улице Октябрьской. И на тысячу человек, как было необходимо по расчетам специалистов, приходилось не три, а всего чуть больше полутора банных мест. Вопрос этот, возможно, не особо важный в политическом отношении, но остро стоящий в плане социальном, был принят во внимание руководством страны. А потому в сжатые сроки по настоянию первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева в городе было начато строительство одного из самых крупных лечебно-оздоровительных банных комплексов на территории Союза – Арасан. Банный комплекс Арасан сегодня в современном Алматы является памятником архитектуры. И это неудивительно, ведь это самобытное сооружение было возведено в тот самый блестящий кунаевский период застройки нашего города, а потому отвечает всем стандартам того времени. Сделать его столь масштабным, основательным, многофункциональным и красивым было поручено группе специалистов проектного института. Главным архитектором назначили Вадим Ахван, главным конструктором – Купсикбая Тулебаева, главным инженером – Виктора Чечелева. Они и задумали сделать баню совершенно нетиповой, соединив в одном сооружении опыт строительства купалин Древнего Рима и Отерара, а также передовых в то время Москвы и Ленинграда, и даже Ташкента и Будапешта. Мы изучаем историю, появление, историю таких объектов, прежде всего в Алмате, потом, какие объекты имеются в других городах Большего Союза и даже за рубежом. Вернувшись из командировки по городам союзных республик, где они изучили опыт в проектировании лучших банных комплексов большой страны, архитекторы приступили к работе. Всего за два года строительства в нашем городе в 1983 году появился гигантский, общей площадью в 25 тысяч квадратных метров, состоящий из 12 отдельных павильонов пятиэтажный банный комплекс «Арасан». Обошелся он бюджету Казахской ССР в фантастические 17 миллионов рублей, и это была первая ласточка в модном, в то время архитектурном стиле постмодернизм. Сегодня, спустя около четверти века, после торжественной сдачи в эксплуатацию этого строения, становится понятно – проектировщики учли абсолютно все. Располагается комплекс именно здесь, на пересечении Алматинских улиц Тулебаева, Карла Маркса, что и сейчас Кунаева, и Октябрьской, что ныне Айтикибе, не случайно. Ранее здесь располагались деревянные русские бани. Кроме того, участок был выбран с учетом удобного расположения для всех жителей города. Этот комплекс своим появлением в начале 80-х завершил застройку центра Алматы. Теплый источник. Именно так в переводе с казахского звучит «Арасан». Эти стены хранят без малого 40-летнюю историю. Здесь снимались культовые фильмы. Все это вкупе делает данный архитектурный объект достопримечательностью нашего города. И если внешне здание бани «Арасан» примечательно только необычной формой из трех частей, расположенных П-образно, восточными куполами и облицовкой натуральными материалами, в большинстве своем это мангестаусский ракушечник, то внутреннее убранство просто поражает воображение. Сложно поверить, что это не дворец, а просто баня. Так, по задумке архитекторов, здание банного комплекса сочетает в себе национальный стиль, речь идет о купольных помещениях, и современные формы – это остальные прямоугольные конструкции. Все пространство здесь хорошо освещено, потому что зодчие предусмотрели как электрическое – лампочки, так и естественное освещение – это многочисленные окна. Вообще на внутренний декор не поскупились, и спустя столько лет уже нынешняя отделка в современном стиле здесь отлично сочетается со сделанными на совесть элементами прошедшей эпохи. Это и уникальные стальные капли на потолке, играющие с подсветкой, и фарфоровые панно. Неудивительно, что многие режиссеры выбирают «Арасан» в качестве локации для съемок своих фильмов, и только поначалу может показаться, что баня – по сути странное место для съемок. На самом деле, в случае с «Арасаном» многообразие дизайнерских решений в самых разных стилях действительно способно сделать из обычной купальни настоящий съемочный павильон. Так, в одном из отдельных номеров, первом люксе банного комплекса с круглым бассейном, известный казахстанский режиссер Рашид Нугманов снял ключевую сцену культового фильма конца 80-х «Игла». Да-да, того самого, в котором главную роль исполнил легендарный Виктор Цой. Сегодня Рашид Мусаевич – герой нашей программы. Из первых уст мы узнаем, как зародилась идея этой сцены в круглом бассейне и почему в качестве локации был выбран именно «Арасан». Интересно, спустя столько лет сможет ли режиссер безошибочно определить, где во всем этом разнообразии бань, массажных кабинетов и водолечебных помещений располагается выбранный им для съемок номер. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы с вами заходим в то самое помещение, ставшее локацией для одной из ярких сцен культового молодежного фильма «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Этот фильм «Легенду» снял герой нашей сегодняшней программы, кинорежиссер Рашид Нугманов. Здравствуйте, Рашид Мусаевич. Рады знакомству с вами. Рашид Мусаевич, и сразу к вопросу, как была выбрана именно эта локация для фильма «Игла»? По сценарию главный герой должен был прийти в больницу к Артуру Юсуповичу, разбираться с ним за все его грехи. И все, и у меня упал сразу выбор на Арасан, потому что на то время это была самая шикарная баня, в которой был вот этот круглый бассейн, о котором мы все знали. И я подумал, все, снимаем этот бассейн, как часть якобы больницы, где работает Артур Юсупович. Главная идея фильма была в том, что воды нет, все сохнет, пересыхает, Аральское море. И с другой стороны, как соединить это с образом Артура Юсуповича, он в моем сознании тоже представляет ту систему, которая привела к пересыханию Аральского моря в том числе, гипотетически, конечно, так, психологически. Потому что это та же самая безответственность людей, которые занимают какие-то должности, и по которым они должны заботиться в данном случае о здоровье людей, они используются для личной наживы, да? Как вот Артур Юсупович продавал наркотики, которые получал за государственные деньги. Каким образом еще связать этот бассейн, чтобы была еще более глубокая какая-то связь с фильмом? Я подумал, как могут ребята отомстить этому человеку? Ну, самый примитивный способ – приди побить кого-то, да? Но это была бы не игла. И я подумал, что что-то такой человек, как Мора, наверное, бы заставил этого хирурга, этого доктора пережить какой-то ужас. В ожидании, что сейчас его возьмут и увидят куда-то. Он голый, он беззащитный перед ними. Они его оденут и куда-то якобы вывезут, и пока он одевается, он будет чувствовать беззащитным себя. Да, и он почувствует весь ужас этой ситуации, неизвестность, что они сейчас с ним сделают. Ведь он послал целую банду наркоманов, чтобы они отмутузили Мора. Он не ожидал, что тот выйдет вообще неповрежденным за исключением шрама. И тогда сразу и связь возникла с Аральским морем. А как? Он же не может одеться, стоя в воде. Значит, воду надо выпустить из бассейна. Выпустить из бассейна воду, и потом он в пересохшем бассейне будет одеваться. Аральское море – это тоже большой бассейн, из которого выпустили воду. Не так вот, таким образом, все упало на свои места, и все получилось. Сколько было дублей, и были ли какие-то, может быть, курьезные ситуации на съемочной площадке здесь? Да, мы снимали очень быстро. Во-первых, потому что вообще у меня снимались непрофессиональные актеры, а я уже к тому времени разработал стиль своей работы с непрофессиональными актерами. два года работал на площадке во ВГИКе. И стало совершенно ясно, что непрофессиональный актер, в отличие от профессионала, всегда делает хорошо первый дубль. Всегда. Потом у него хуже и хуже. Профессиональный актер наоборот. У него с каждым дублем он оттачивает, и лучше и лучше получается. Поэтому с непрофессионалом вообще не имеет никакого смысла снимать много дублей, потому что это все в корзину пойдет. И другой момент – пленка. Да, мы снимали на пленку. Это очень дорогое удовольствие. И у нас было ограниченное тоже количество пленки. И нужно было иметь в виду, чтобы завтра и послезавтра мы не исчерпали свой запас. Поэтому мы снимали один дубль, главный. И второй я всегда снимал, просто как страховочный. Но в подавляющем большинстве случаев первый и шел в монтаж. Как по-вашему, много ли изменилось здесь? С тех пор прошло практически 30 лет. Аура может быть какая-то другая? Может быть, и выглядит все по-другому? Ну, выглядит оно действительно по-другому. Мы помним просто вот этот круглый бассейн, и вот эти лестницы, которые у него спускаются, и те поручни. Все остальное изменилось, потому что плитка была другая, цвет был другой. Не было вот этих вот достроек, тогда душу там, вот эта штука не торчала. Ну, а так что? Это то же самое помещение, вот так по объему. Когда я смотрела иглу, было ощущение, что это огромное какое-то помещение и огромный глубокий бассейн. Это, видимо, особенности камеры? Это не потому, что мы выросли и стали большими. Да, это действительно особенности объектива. Поскольку помещение было довольно-таки тесным, а у нас здесь была целая группа людей, да, и надо, чтобы все в кадр попадали. Вот. Мы использовали широкоугольный объектив, а широкоугольный объектив любое помещение делает более большим, да, широким, и стена удаляется, куда дальше уходит и так далее. Это чисто оптическая иллюзия. Кроме номера с бассейном в Арасане локацией для съемок послужил также и вход со стороны Кунаева, где по задумке зодчих было детское отделение, которое с приходом нового времени и руководство упразднили. Теперь вместо уникальных купалин, носивших функционально оправданные названия «Мать и дитя» и «Отец и дитя», здесь решили сделать отдельные люкс-номера. Мы сейчас с вами подходим ко входу, и это как раз-таки еще одна сцена из фильма. На этой двери было написано тогда детское отделение, и что еще подчеркнуло бы такое несоответствие вот этого доктора, его должности, тому, что он использует в этой больнице ради своих личных целей. И плюс мне было важно, чтобы они вышли на улицу и начал идти снег. Там как раз все припорошило. И пока мы снимали, здесь уже был такой легкий снежок вокруг, и мне это очень важно было, потому что я уже давно решил финальную сцену фильма на Тулебаева снимать при таком очень густом снегопаде, да, алматинском. И поэтому мне нужно было связать выход отсюда с тем. А эту сцену мы потом снимем, я не знаю, недели три, только спустя четыре. Но здесь было очень важно это поймать. Так удачно произошло, что во время съемок на бассейне пошел снег. Виктор спустился, мы снимали его ноги, когда ключ выпал у него из кармана на эти ступеньки, и вот он смотрит на падающий снег. И главный герой не погибает в игре. Он встает и идет дальше. Если бы было продолжение, то оно, наверное, началось бы с хирургического стола, у нас в больнице. Да, да, да. Он на операционном столе, и тот же самый хирург сделал ему операцию и спрашивает, ну, как мы себя сегодня чувствуем. Кстати, вы задумывали, что вполне возможно продолжение. Да, так и было, возможно было бы. Нам просто было интересно делать что-то новое, другое, и мы уже... Отложили этот проект. Да, его отложили, а я написал новый сценарий, мы готовились к съемкам, когда вот это случилось трагедия. Вот такую эксклюзивную историю о съемках культовой иглы поведал нам режиссер этой картины Рашид Нугманов. А мы тем временем идем дальше. А сейчас мы с вами находимся в одном из самых красивых помещений ванного комплекса Арасан. Это восточная баня Хамам. И, к слову, фильмы Глани единственные сняты в этих стенах. Здесь также проходили съемки и кинокартины казахфильма о судьбе легендарной личности в жизни казахского народа Шухана Валиханова. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы здесь заведующий хозяйственной частью? Да. Расскажите, пожалуйста, как здесь все устроено? Давайте расскажу. Заведующий хозчастью бани Арасан Мархабад Амреев рассказал, что в восточном отделении до сих пор сохранилась метлахская плитка, специально привезенная для декорирования помещений бани из Чехословакии и Болгарии. На месте и в первозданном виде также гранитные и мраморные плиты. До сих пор они отвечают всем стандартам качества и помимо эстетики несут в себе и пользу для здоровья, ведь главное преимущество мрамора это то, что он является природным антисептиком, а также прекрасно аккумулирует тепло. Массажный стол 35 градусов, здесь циркулюется водой. Специально для массажа сделано. Задумали в бане Арасан архитекторы и два больших бассейна, разумеется, куда же без них. А также парикмахерскую, что сейчас именуется салоном красоты и спа, тренажерный зал, водолечебницу и чайхану. Конечно, средства на возведение комплекса по тем временам ушли баснословные, не обошлось и без критики, и разбора полетов. На разведку в Алма-Ату из Москвы приезжали даже журналисты комсомольской правды, чтобы на себе испытать те чудеса уникальных услуг, что предлагала алматинская баня Арасан, и слава о которых распространилась на весь союз. Нам, в отличие от журналистов комсомолки, оценить все прелести процедур легендарного алматинского банного комплекса не удалось. Видимо, время уже другое. Поверим на слово, что процедуры действительно впечатляющие. Единственное, что по-настоящему восхитило здесь это масштабность и продуманность архитектуры. Хорошо продуманы элементы вентиляции. Воздух подается в помещение, а вся влажная консентрация забирается в верхней части куполов. В 1984 году за выдающиеся архитектурные решения при строительстве банного комплекса Арасан в Алма-Ате коллективу архитекторов проектного института была присуждена госпремия Казахской ССР имени Шукана Валиханова. В том же году объект признали памятником архитектуры. Наша сегодняшняя программа посвященная уникальному архитектурному объекту банному комплексу Арасан подходит к концу. Мы покидаем его с массой удивительных впечатлений. А тем временем алматинские истории не заканчиваются. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время на телеканале Алматы. Алматы.